Важная идея, которую мы транслируем уже не первым нашим проектом, что достаточно странно проводить границы между классическим и современным искусством. И все наше наследие, культурное наследие, оно в том числе является источником для вдохновения и творчества художников, которые работают прямо сейчас, может быть в странных, не классических формах, но тем не менее вот в этом как бы эмоциональном визуальном наследии, культурном наследии. Посмотрел картинки с пристрастием, сказал, да, мне нравится, я готов этим заниматься. Много людей, которые хотят прийти в выходной день, желательно, чтобы он солнечный был, прийти в Манеж, увидеть облака. Из этих облаков спускаются качели. Покачаться на качелях, зайти в зал и увидеть картину. Мальчик будет перышком спящего товарища. А на этот сюжет писали там несколько художников, там, картины там. И посмотреть на эту живопись, очень неплохую живопись. И какой-то сюжет трогательный такой. И собака здесь, и не буди, как это, не буди. И понять, что в этом есть какое-то смыслы. И она связана там с целой эпохой. И по живописи, и по смыслу, и как-то увидеть другие работы. И узнать, что в русском искусстве есть не только там, ну, известный список имен блистательных, а есть и второго ряда. Вспомнить несчастного, в конце концов, а может быть, счастливого Тимофея Соколова. И вот она сейчас начинает, в два месяца она будет. И эта музыка будет звучать, когда ты уйдешь из выставочного зала. И перед сном ты будешь вспоминать эту выставку, ну, хочется думать, и эту музыку, и ложиться спать, и у тебя будут сладкие сны. У человека существует свой собственный набор фото-визуальных образов, которые создают вот это вот ощущение какой-то благости, может быть, такого спокойного настроения. И очень часто это именно небо, именно облака, плавно летящие по небу. Качели, спускающиеся из-под облаков, в общем, это действительно такой во многом образ из нашего детства. Это во многом такое ощущение как бы легкости, свободы. Стоит. Стоит. Один. Стоит. Один. Стоит.